Когда мужчина идет к проститутке, он ищет чего-то большего, чем просто сексуального удовлетворения. Он ищет принятие и признание. Вы убегаете от подлинных интимных отношений, настоящей близости, которую сотворил Бог. Мы предпочитаем жить фантазиями в своем выдуманном мире, выражая свои чувства, как захочется. Чистые чувства Единственный способ расправиться с отверженностью, которая не оставляет нас в этом мире, — это прийти к Богу. Бог принимает нас безо всяких условий. Добро пожаловать на программу «Чистое чувство». Я Джонатан Доггерти, и сегодня я веду для вас эту передачу. Если вы посмотрите на статистику сексуально зависимых, или, говоря библейским языком, подверженных аморальному сексуальному поведению, то результат будет довольно удручающим. Кроме так называемых верующих, больше половины пасторов или служителей каким-то образом причастны к этому злу. Люди совершенно не умерщвляют духом желаний плоти, тогда как Бог в Священном Писании призывает христиан поступать именно так. Если бы мы действительно были рожденными свыше христианами, то, как написано, Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Что же все-таки не так? Здесь не только замешаны верующие. Большая часть сексуально зависимых людей оказывается вовлеченной в секс-индустрию в нашей стране. Город Нэшвилл, где базируется наше служение, не только является сердцем библейского центра, но он также объят сексуальной аморальности. Объят настолько, что примерно 12-я часть всех организаций, связанных с торговлей и сексом, за последние годы переехала именно в этот город. Что происходит? Почему люди так отчаянно бросаются в пропасть этого греха? Я считал, что сексуальная революция должна сделать людей более удовлетворенными и счастливыми от того, что секс станет доступнее. По крайней мере, они предсказывали, что так будет. Не так давно мы ездили в Колорадо-Спрингс к одному из четырех крупнейших экспертов по сексуальной зависимости, доктору Гарри Шембергу. Его клиники для сексуально-зависимых расположены по всему миру. Я начал работать в этой сфере сексуальных грехов, как я ее называю, или сексуальной зависимости, 30 лет назад. Тогда я сотрудничал с агентством. В то время еще не было книг на эту тему. Не было даже такого термина «сексуальная зависимость». Через пять лет работы в общественном агентстве я узнал, что Патрик Карнс написал книгу «Выйти из тени». Я достал эту книгу, прочитал ее и сказал «Сексуальная зависимость». Вот с чем я имею дело уже пять лет. И я сам мог написать такую книгу. Я понял, что нужно двигаться дальше, и переехал в Нью-Йорк. Основал первый христианский консультационный центр, а также обучал консультантов по этому направлению. В это время Патрик Карнс проводил в Филадельфии семинар по консультированию сексуально-зависимых. Я умирал от нетерпения. И так хотел встретиться с человеком, который написал книгу по теме, с которой я работал пять лет. Я поехал на этот семинар, узнал о программе «12 шагов к восстановлению», которая касалась и сексуальной зависимости, и того, как с этим борются. И в конце концов я стал консультантом у Патрика в программе для пациентов. Люди в Нью-Йорке стали звонить мне один за другим. Я стал задаваться вопросом, что же все-таки это за проблема? И что это за проблема с библейской точки зрения? Я так и размышлял об этом последующие пять лет, консультируя людей, которые приходили ко мне в офис. За все эти годы на меня повлияло очень большое количество людей. Я все более и более убеждался в том, что концепцию болезни мы называем словом «метафор», но это все же не точное определение с библейской точки зрения. Как профессиональный консультант я не использовал этот курс полностью, несмотря на 30-летний опыт работы. За последние 19 лет мы консультировали исключительно тех людей, у которых начиналась сексуальная зависимость. У нас появился свой совершенно особенный подход. Новая книга «Очищенный от порока», которая выходит в сентябре, основанная на опыте этих 19 лет работы. Это совершенно иной взгляд на проблему, которая помогает людям меняться. Если говорить о слове «оковы», а в библейском понимании есть понятие «оковы греха», то это хорошее слово. Я же использую слово «еще один сексуальный грех». И очень осторожно использую выражение «сексуальная зависимость», когда у меня выпадает возможность описать ее. И хотя с точки зрения Библии это подходящее слово, я не часто его использую. Это есть определенные причины. Я предпочитаю говорить «сексуальный грех», потому что это действительно грех. И как бы вы его не приукрашивали или ограничивали, он остается грехом. Я думаю, когда мы делаем ударение на слове «грех», то не очень приятно говорить себе у зеркала «я грешник». Первая книга, которую я написал на эту тему, называлась «Ложная близость» с подзаголовком «Понимание и борьба с сексуальной зависимостью». Мне кажется, она стала первой книгой на эту тему, написанной с точки зрения Библии. Она выбрала в себя десятилетний опыт работы, который имелся у меня на тот момент. И я сказал, «Как мы будем подходить к этому предмету с точки зрения христианства? С чем мы на самом деле имеем дело?» Я думаю, что эта проблема возникает из-за эгоизма, из-за стремления угодить самому себе. Это не просто стремление получить сексуальное удовлетворение, как считают с медицинской точки зрения, но мы стремимся к тому, что я называю «ложной близостью». Это и стало названием моей книги. Когда мужчина идет к проститутке, он ищет чего-то большего, чем просто сексуального удовлетворения. Он ищет принятие и признание. Это целый процесс — быть клиентом, и целый процесс для проститутки. Я думаю, то же самое происходит и при случайных романах, то же самое касается и порнографии. Это все ложная близость. И то, что я описываю в этой книге, это то, что вы убегаете от подлинной близости, подлинной интимности человеческих отношений, сотворенных Богом. И в конце концов вы убегаете от подлинной близости в отношениях с Богом. Создавая ложную близость, мы держим все под контролем. Мы можем выдвигать свои условия и получать все, что только захотим. В итоге мы лишь обретаем опыт признания своего эгоизма. Когда я чувствую, что ко мне не безразличны, обо мне заботятся. «О да, у меня все в порядке». У всех нас возникает подобное чувство, и у всех есть подобное желание. Но такой опыт, когда вы думаете, что полностью держите отношения под контролем, это есть ложная близость, подлинная близость, характерна тем, что вы знаете, что можете или нравиться людям, или не нравиться. Вы не можете это контролировать, и вы не знаете, что получится в итоге. Тем не менее, мы предпочитаем жить фантазиями в своем выдуманном мире, выражая свои чувства, как нам захочется. Вы защищаете себя от отверженности, насмешек, в то же самое время получая какое-то признание. Я консультировал сотни парней, которые ходили к проституткам, и это прекрасный пример. Проститутка стоит на панели, к ней подъезжает парень на машине, и он делает все возможное, чтобы сказать, «Я хочу тебя, ты мне нравишься, я хочу быть с тобой». И если поговорить с парнем, который ходит к проститутке, он расскажет, в чем заключается суть этих визитов. Даже если он будет лгать, он скажет, «Я просто хочу знать, что этот человек во мне заинтересован». Я знаю парня, который приезжает на панель, снимает девушку, совершает все обычные действия, и как только сделка, говоря коммерческим языком, совершилась, он уезжает. Он получил все, что хотел. Ему не нужен был сам секс, ему нужен был этот опыт. Знаете ли вы, что у Бога есть пути освобождения от сексуальных грехов для тех, кто верил в свои жизни его Сыну Иисусу Христу? Да, есть путь свободы, чистоты и восстановления. В своей книге «Очищенные от порока» доктор Гарри Шемберг рассказывает о пути, который идет дальше программы «12 шагов» от групп общения и обетов в чистоты глубоким взаимоотношениям с Богом, которые принесут вам свободу. Хотите узнавать свежие новости служения «Чистое чувство»? Вы можете присоединиться к нам на страницах в сетях Facebook и Twitter. Адреса наших страниц вы видите на экране. Считайте свежие новости, вдохновляющие статьи и видеосюжеты о секс-торговле, порнографии и других формах сексуальных нарушений. Там же вы можете посмотреть наши фотографии. Заходите. «Чистые чувства» на Facebook и Twitter. Я думаю, что страх подлинной близости развивается у нас естественным образом. Процессы взросления в любом месте, в любое время, в любой семье, в любой школе. Опыт, который мы получаем, у всех абсолютно разный. Не обязательно это должна быть семья с серьезными проблемами. В психологическом консультировании мы делаем большое ударение на том, что в неустойчивой семье от недостатка внимания начинается отверженность. Конечно, в подобных семьях так и происходит. Но в любой семье, любой опыт взросления ребенка включает в себя выход в большой мир, где нет идеальных близких отношений, нет идеального принятия. Чаще всего приобретается опыт подобной ситуации на игровой площадке, когда во время набора игроков в бейсбольную команду вас выбирают в последнюю очередь. И говорят что-то вроде «Ну ладно, я возьму и этого». Хотя по отношению видно, что человек им не нужен, что они нуждались в ком-то другом. Опыт приобретается в самых различных ситуациях. Вы можете быть самым популярным ребенком в школе или самой популярной девочкой в школе, но если поговорить с этими людьми, то окажется, что у них есть сильное чувство отверженности и непринятия. Никогда недостаточно быть королевой красоты или звездой футбола. Всегда хочется чего-то большего. И где мы можем это получить? Мы пытаемся создать свой собственный мир ложной близости. В спорте игрок может стать профессионалом, но он не может уйти. Ему приходится играть год за годом, чтобы получать признание и одобрение людей. Очень сложно все бросить и уйти. Сказать тем самым, я уже долго этим занимаюсь и с меня хватит. Я консультировал много спортсменов, и их жизнь действительно похожа на одно большое представление, где они как на сцене получают признание общества. Само пребывание на сцене во многих случаях дает ощущение ложной близости, потому что публика на самом деле вас не знает. Проститутка тоже ничего о вас не знает. Даже женщина, с которой у вас есть какие-то романтические отношения, есть какая-то близость, тоже многого о вас не знает. Например, как вы поведете себя в семье, или насколько вы способны воспитывать детей или оплачивать счета. Если посмотреть на христианина, страдающего сексуальной зависимостью, совершающего сексуальные грехи, то есть одна большая сложность, с которой приходится сталкиваться. В основном я работаю с верующими, хотя, конечно, есть и неверующие, но в большинстве случаев я консультирую христиан. Так вот из них 45% — это пасторы. Представьте себе человека, у которого есть твердые убеждения, который знает все постулаты веры, ведет христианский образ жизни по-американски, проповедует по воскресеньям, предположительно стоит на Слове Божьем и знает все доктрины из курсов библейского колледжа или семинаров. Если посмотреть на такого христианина, то приходит на ум одна очень странная и противоречивая вещь. Все Евангелие пронизано посланием о принятии. Это самое сильное послание принятия, которое вообще можно найти для кого угодно на все времена. Послание Евангелия заключается в том, что мы настолько испорчены и беспомощны, что не можем сами прийти к Богу. Настолько мы погрязли в своих грехах. Поэтому Бог делает шаг навстречу нам. И это и есть признание и принятие. Бог идет нам навстречу и привлекает нас к себе. Вот настоящее принятие. В то же самое время, если посмотреть на Иисуса, вы вспомните, что Он постоянно общался с грешниками. В Евангелии от Матфея описано, как Иисус обедал с грешниками. Если посмотреть внимательно, мы заметим, что Он пошел не учить грешников, а есть вместе с грешниками. И фарисеи спрашивали у учеников, а почему это Он ест с грешниками? Иисус ответил, «Я пришел на землю ради грешников». Бог приходит к грешнику, к человеку неправедному, и предлагает ему все. Это и есть великое послание принятия. Он принимает нас не потому, что изменил нас, но принимает такими грешниками, какие мы есть. Если мы в своих сердцах откликаемся на этот призыв, только тогда Он начинает нас менять. Он принимает нас не тогда, когда мы уже изменились, но Он принимает нас, потому что такова Его благодать и милость. Это величайшая весть о принятии. Но здесь и встает самый главный вопрос. Почему этого недостаточно? У христиан должен быть самый большой иммунитет против ложной близости, чем у кого бы то ни было. Доктрина о любви и принятии Бога — это, наверное, самая фундаментальная доктрина. Однако глубоко в наших сердцах мы понимаем, что мы этого не заслуживаем, поэтому этой любви оказывается недостаточно. Я анализировал сотни случаев христиан, которых я консультировал, и понял, что в людях есть бунтарство, есть запросы, для которых Божьей любви оказывается недостаточно, Евангелия оказывается недостаточно, нам нужно больше. И мы таким образом ищем не царства Божьего, а своего собственного царства, где можно создать мир иллюзий, фантазий, будь то на компьютерном экране или рядом с проституткой. Я могу создать свой собственный мирок, отгородиться от всего остального мира стенами, за которые никто не сможет заглянуть, пойти на панель, снять проститутку. «Есть только я и эта проститутка, и все будет так, как я захочу». И когда Бог принимает нас со своей безграничной любовью, в то же время Он говорит, что не принимает многого в нас. Услышав такое послание, мы путаемся, начинаем сомневаться и упускаем истинный смысл. И мы думаем, «Как Бог может говорить, что Он за меня, если Он пытается меня поменять?» А Библия содержит величайшие стандарты, когда-либо записанные в человеческой истории. И вот оно, это признание и в то же время обращение. «Я хочу, чтобы ты был святым». Мы не выдерживаем этого давления и возвращаемся к самим себе, к своим греховным путям. Я консультировал тысячи христиан по всей Америке и имел дело с разными видами сексуальных грехов. Я думал, что ключ к отверженности, с которой мы живем, в своем собственном мире, со своими отношениями, сокрыт в том, чтобы прийти к Богу. С одной стороны, Бог принимает нас безо всяких условий, а с другой, Он говорит, «Все необходимо поменять». И вот ключевая фраза, «Теперь действует не твоя воля». Если ты отвечаешь на мой призыв, то теперь все должно быть по моей воле. Мне кажется, что это самый спорный момент трансформации. Мы сопротивляемся, мы отвергаем это, мы отталкиваем это, потому что если будет Божья воля, то она будет во всем. Моей воли больше не будет. Тут и возникает вопрос, произошли ли изменения на самом деле, если я упрямо продолжаю жить так, как мне хочется. Возьму для примера пастора, который сидел у меня в офисе пару лет назад. Он изменял своей жене секретаршей. Он сам сделал выбор начать эти отношения, и они продолжались полгода. Он действовал по своей воле. Он действовал вопреки Божьей воле. Он знал, что в Библии сказано не совершать подобных измен. Но он сделал выбор в пользу такого поступка. В то же время в воскресных проповедях он продолжал осуждать измены, встречался с семьями, в которых пытался справиться с изменами, и советовал им перестать изменять друг друга. Церковь продолжала расти, поэтому он говорил себе, что Бог не обращает внимания на эти измены, раз люди продолжают приходить. Он просто сотворил вокруг себя свой маленький мир иллюзий, не понимая, что пошел против всех своих библейских убеждений и доктрин, говоря, «Я хочу так поступать. Это моя воля. Это то, что я хочу делать». Он не задавался вопросами, «А от чего хочет Бог? Как я принимаю волю Божью, если я живу совершенно неустроенной жизнью?» Пасторы иногда не так популярны, как им хотелось бы. Они отвергнуты собранием, их проповеди не получают такого признания, какого бы хотелось, у них нет таких взаимоотношений с женами, каких бы хотелось, поэтому они создают иллюзию, создают свою фантазию. Моя воля и то, что мне хочется делать против воли Божьей, это слишком сложно. Лучше уж я все сделаю по-своему, как я хочу. Знаете ли вы, что у Бога есть пути освобождения от сексуальных грехов для тех, кто верил своей жизни Его Сыну Иисусу Христу? Да, есть путь свободы, чистоты и восстановления. В своей книге, «Очищенные от порока», доктор Гарри Шемберг рассказывает о пути, который идет дальше программы «12 шагов» от групп общения и обетов чистоты к глубоким взаимоотношениям с Богом, которые принесут вам свободу. У вас есть iPhone, iPad или iPod Touch? У нас есть чудесный подарок для вас. И это бесплатно. Просто зайдите на любой сайт приложений, найдите там нашу программу и получите доступ к программе «Чистые чувства». Вы сможете посмотреть видео с конференцией, просмотреть все выпуски нашей передачи, слушайте файлы с лекциями на темы развращения, гомосексуализма, сексуальной зависимости. Также у вас будет доступ к нашим страничкам в социальных сетях Facebook и Twitter. Интересно, что последние 5-7 лет мы неустанно копируем десятки консультационных программ. В моем случае часть обучения изменилась. Появляется все больше и больше людей, которые задаются различными вопросами и в первую очередь, а христианин ли я на самом деле? Это касается даже пасторов. Люди вначале садятся и говорят, «Я уверен, что я христианин». Знаете, я принял Христа, когда мне было 14 лет, и они называют время, место, проповедь, служение, и они говорят, «Я стал христианином, и этого от меня уже не отнимешь». С одной стороны, не хочется ничего говорить, если человек действительно с Богом. Но если нет, то я пытаюсь аккуратно и мягко объяснить им, что на самом деле значит быть верующим и вести праведный образ жизни. Я рассказываю им то, что описано в книге «Очищение от порока». В первом послании Иоанна, третьей главе, Иоанн очень ясно говорит, что если мы не делаем правды, то мы не от Бога. Это очень сильное заявление. Получается, что мы от сатаны. Мне не хочется смотреть на себя с подобной точки зрения, но сказано предельно ясно. Если посмотреть на эту главу, то мне нужно делать дела правды. В противном случае я делаю неправду. В идеале не получится поступать только праведно. Но в любом случае я либо на стороне Бога, либо на стороне сатаны. Затем Иоанн говорит, что Христос пришел разрушить дела дьявола. Есть четкая грань, я должен находиться либо по одну ее сторону, либо по другую. Так что для меня, когда человек, будь он пастор или просто верующий, говорит, что он христианин, для меня важно, применяет ли он слово в свою жизнь, идет ли сознательно и намеренно по выбранному пути. Даже если вы ненавидите свой грех, презираете его и клянетесь никогда не совершать его снова, взываете к Богу о том, чтобы освободиться от него, и тем не менее вновь делаете это, если вы не исполняете слово, то я не знаю, кто вы тогда. Я не хочу подрывать веру человека, заявляя, что он не христианин. Я просто самым любящим и деликатным образом предлагаю человеку оставить то, что он делает, оставить эту жизнь в дерзких грехах. Может быть, уместно будет спросить самого себя, «Я действительно решил следовать за Христом? Жить праведной жизнью? Или я живу для себя, совершая сексуальные грехи?» И мне кажется, человек начинает спрашивать себя, в каких еще сферах жизни он живет для себя, включая одежду, машину, свои поступки, в общем течении жизни. Ведь жизнь состоит из тысячи аспектов. Сколько есть во всем этом вашей воле, а сколько воли Божьей. И опять же, сколько в этом есть посвящение, насколько оно глубоко. Это как собирание доказательств, которые в итоге приводят к какому-то заключению. То есть, на основании множества фактов и собранных доказательств можно сказать, что этот человек действительно пришел ко Христу. Это действительно похоже на подборку досье, когда для того, чтобы проконсультировать человека, нужно проанализировать множество аспектов его жизни. Действительно ли она соответствует образу жизни последователя Христа? В Священном Писании сказано, чтобы мы вникали в себя. Павел писал во втором послании Коринфянам, 13 главе, что нам нужно вникать в себя и себя испытывать. На протяжении всего Писания повторяется эта мысль. Если вы верите, если вы следуете за Христом, с одной стороны, Писание постоянно заверяет нас в этом, а с другой, во многих местах написано, как нам нужно изменяться, и во многих случаях эти перемены должны касаться нашей сексуальной жизни. Если вы посмотрите на новоиспеченного христианина, совсем недавно новообращенного, то можно сказать, как он жил раньше, какой образ жизни он вел, насколько ему многого не хватало, начиная с Бога, интереса к Нему и интереса к Слову Божьему. Ничего этого в его жизни не было. И затем, в тот момент, когда он поверил в Иисуса Христа, осознал смысл Христа, принял Христа, понял, что значит быть христианином, этот человек становится похож на новорожденного младенца. Эту аналогию всегда использовали и будут использовать. Такому человеку необходимо возрастать. В послании к евреям описана такая ситуация, и она дана как предупреждение. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко. Я думаю, что если бы вы смотрели на жизни людей через призму Слова Божьего, то мы бы видели, что только что рожденный свыше, только что обращенный христианин, по сути, свой ребенок, незрелый и несмышленый. Но через какой-то промежуток времени, например, лет через 10, ситуация должна кардинально измениться. Люди должны жить уже совершенно другой жизнью. Они не должны продолжать питаться молочком из бутылочки. Это будет ужасающая картина. Если, к примеру, мы увидим 12-летнего ребенка, уже должного жить с взрослой жизнью, но все еще пьющего молочко из бутылочки, у нас возникнет закономерный вопрос. Что не так с родителями этого ребенка? почему он не ест мясо, а до сих пор пьет молоко из бутылочки, как младенец? Продолжение на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok